Чем Россия может заменить иностранные препараты и все ли сейчас есть в российских аптеках таблетку против санкций, искала наш медицинский обозреватель Анастасия Глебова. Вы видите, это вот поступление идет сегодня и вчерашний день. Саратов, аптечный склад с медикаментами, российскими и зарубежными, коробок местами под потолок. Запасы имеются, можно быть спокойным. Причем это относится как непосредственно к стационарным препаратам, так и к препаратам, которые получают наши льготники. Все куплены заранее. Нехватка лекарств – самая обсуждаемая тема начала весны. Неподтвержденные слухи о дефиците породили нездоровый спрос. В панике россияне сметали с полок все. И то, что доктор прописал, и то, что вряд ли пригодится. С 28 февраля по 13 марта россияне скупили 270,5 миллионов упаковок медикаментов. На сумму почти в 100 миллиардов рублей. В топе успокоительные и жаропонижающие препараты от аллергии и боли в горле. А левотероксин, которым лечат щитовидную железу, оказался чуть ли не самым востребованным. Разобрали трехмесячный запас. А ведь такое в России уже было. В начале пандемии люди скупали не только гречку, сахар и туалетную бумагу, но и лекарства. Вот и теперь в Минздраве заверяют – жизненно важных препаратов хватит на всех. Запасы по льготным категориям граждан, получающих помощь, такие как сахарный диабет, сердечно-судистые заболевания. Объемы запасов лекарственных препаратов составляют более чем 5 месяцев. По федеральным льготникам более 85% уже сегодня поставлено в регионе от годовой потребности. Многие импортные лекарства уже давно делают в России. Например, иммуносупрессант «Адвагров». Он нужен в трансплантологии. Его производит российский фармакологический гигант «Эрфарм» совместно с западной «Астелос». Отказываться от сотрудничества компании не собираются. Сейчас основные опасения, связанные с дефицитом, у многих возникают даже не в связи с логистикой, а в связи с тем, что какие-то отдельные компании могут установить поставки. Медицину санкции не затронули. В Петербургском исследовательском центре рака получат все, что прописано в контрактах – оборудование, расходники и препараты. Скоро к борьбе с онкологией подключится «Росатом». Несколько лет там создают аппарат лучевой терапии «Оникс» и гомотерапевтический комплекс «Брахиум». Когда пациент, лежащий на столе, подвигается внутрь этого КТ, то гантри начинает вращаться и делать, соответственно, снимки с разных сторон. Около более 300 снимков. Теперь лечение не будет зависеть от импорта и от логистики тоже. Не все пациенты могут ждать поставок тех же зубных протезов из Израиля или США. В Петербургском зуботехническом центре «Ардент» все материалы отечественные. Дентальный станок тоже сами смастерили. Он первый такой в стране. У пациента нет двух зубов. Наша задача – отмоделировать зубы. В дальнейшем вот эта конструкция пойдет на фрезеровку, выпилится все на станке. Найдется альтернатива и привычным брекетам. Российская компания «Старсмайл» делает элайнеры – специальные капы для выравнивания зубов. 10-12 месяцев – и у вас голливудская улыбка. Мы первые, кто начали это делать. Давно занимаемся производством элайнеров, почти 10 лет. И у нас, наверное, самый большой опыт, накопленный клинически по лечению пациентов. Кемерово обеспечит россиян кардиопротезами. По качеству они не уступают импортным и не требуют длительного приема препаратов для разжижения крови. Продукция отечественная и только часть комплектующих из Индии и Китая. Данный биопротез носит название «Юнилайн». Это один из наших основных биопротезов. Он имплантируется в сердце человека при различных заболеваниях. В случае, когда у пациента, к примеру, бактериальный эндокардит. Из-за проблем с логистикой в оптиках – дефицит популярных контактных линз «Джонсон и Джонсон». Хотя компания не прекратила поставки в Россию. В стране есть аналоги. Стерлитамак – один из российских центров офтальмологии. Вот уже 30 лет здесь производят линзы и растворы для них. Лекарствами и оборудованием Россия может обеспечить не только себя, но и соседей. Российский биотехнологический холдинг «Алкорбио» производит реагенты для анализов. На гормоны, аллергию, ВИЧ, гепатит, COVID-19. Испытания проводятся здесь же, в собственном Виварии, на лабораторных животных. Мы поставляем нашу продукцию практически во все страны СНГ, в ближние и дальние зарубежья. Кроме того, что мы занимаемся собственной диагностикой, мы довольно много времени и усилий в свое время потратили на развитие методов регенеративной медицины с применением мезонхимальных столовых клеток. Довольно далеко в этом продвинулись. Особенно интересны были результаты по лечению инфарктов, инсультов, костных переломов. Не только мы, но и нам готовы помочь соседям по содружеству. Беларусь, например, успешно делает дженерики. Госпредприятие «Академфарм» уже планирует увеличить экспорт в Россию. На заре создания задача, стоящая перед «Академфармом», было импортозамещение дорогих и высококачественных препаратов, оригинаторов, которые по своей стоимости чаще всего бывают недоступны. Эту задачу мы выполнили и выполняем на сегодняшний момент. Так что без лекарств и помощи никто не останется. В больницах препаратов хватает, а государство поддержит любые инновации. Анастасия Глебова, Роман Ткаченко, Анна Бажайкина, Ольга Соловьева, Николас Мунишули, Андрей Зарва. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова